Знаешь, Баян, у нас сегодня в гостях достаточно молодой гость, и я думаю, что такой молодежи в нашей скай-студии, ну кроме меня, конечно, еще не было. Спасибо, Динара, ты, как всегда, мила. Но это только потому, что моложе себя ты никого сюда не допускал, я не знаю, по какой причине. Ну, потому что мне вообще нравятся все, кому 40 и за 40. Но сегодня в порядке исключения мы пригласили молодого певца, ему всего 23 года, но он уже к этому, я считаю, молодому возрасту достиг очень многого. А чего он достиг? Мы узнаем у него лично. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, с вами Баяна Сентаева, Динара Саджан, и сегодня у нас в гостях Али Окапов. Добрый вечер, ты как с корабля напал? Практически. Присаживайся. Али, ты очень элегантно выглядишь. Почему ты силов за меня? Потому что молодежь сидит с молодежью. Али, я не знаю, даже не думал об этом. Я правша, наверное, поэтому у меня почему-то правая сторона всегда была комфортнее. Да. Али, я знаю тебя несколько лет. Первый раз я увидела тебя в год, тебе было лет 6. Я приходила брать интервью у тебя дома. Ты не поздоровался со мной. Ты был крайне невоспитанным мальчиком. Я извиняюсь. Ты занимался музыкой и оставил, ну, такие не самые приятные впечатления тогда. И тут я наблюдаю молодого человека, который... Ты наблюдаешь трансформацию. Трансформацию абсолютную на 100%. Кто занимался твоим воспитанием? Я знаю, что мама всегда была на гастролях. Ну, вы знаете, я считаю, что этим нужно заниматься, так как воспитание детей – это нечто большее, чем, скажем, обучение его в каких-то высших заведениях, либо, как скажем... В общем, воспитывать ребенка – это целая, наверное, наука, я бы так сказал, потому что от твоего воспитания зависит то, каким он станет в будущем и какие качества в нем будут, скажем, привилировать. Так что я считаю, что в моем воспитании, конечно, львиную долю принимали мои родители. Это и мой отец покойный, это и мама. Но, как вы правильно подметили, они были очень часто на гастролях, и остальную школу жизни, остальную школу воспитания получил, наверное, самостоятельно. Это была и музыкальная школа, это было мое окружение, это было мое хобби, моя музыка. И, наверное, еще куча мелких факторов, которые я, наверное, уже даже не вспомнил. То есть какого-то конкретного человека рядом с тобой всегда не было? Нет, я был достаточно самостоятельным мальчиком. Бывало такое, что я сам ходил на свои родительские собрания в школе, это было, конечно, очень интересно наблюдать, но учителя доверяли мне и передавали из уст уста, грубо говоря, информацию для моих родителей. То есть двоек у тебя в дневнике не было? Ну, практически не было. Я даже не могу сказать сто процентов, потому что я все-таки мальчик, были разные ситуации, но я всегда учился на отлично. Ну, обычно очень часто многие артисты, в частности российские, страдают от того, что в свое время они не уделили должного внимания своим детям, потому что были на гастролях, не доглядели, и ребенок попробовал наркотики, выпил, попробовал водку. Вот неужели как тебя обошло? Тем более ты рос в Алма-Аты. Ну, я думаю, во-первых, я был очень занят с самого детства, опять же. Это была музыкальная школа, в среднем наш учебный день длился около 10-12 часов, и, в принципе, до окончания школы друзей, помимо моих школьных друзей, у меня не было. Это раз-два. Я думаю, что это все-таки выбор каждого. Я не считаю, что те дети, за которыми не доглядели, обязательно становятся какими-то плохими, или же учатся какими-то плохими вещами. Бывало и наоборот, что дети никуда никогда не выходили, никогда ничем не рисковали, всегда были под присмотром, и позже они все равно получались теми, кем они получились. Так что это, наверное, выбор каждого. Все-таки у всех у нас бывают соблазны, у всех у нас бывают моменты выбора, где ты должен уже определиться, кто ты, что тебе нужно, что тебе не нужно. А что тебя останавливало? Вот наверняка и тебя окружали соблазны. Те же самые наркотики, те же самые драки уличные, какие-то район на район в Алматы, я не знаю. То есть этого в твоей жизни не было? Вы знаете, я рос в 90-е, и действительно... Район на район уже не было. Почему? Были в 90-е? Было, было. Я же ровесница Алия Укапова. Да что? Она пожутила Али. Она скажет тебе ровно на 10 лет, А что, секрет раскрыл на 9, хорошо. Мне нечего добавить. В общем, возвращаясь к вопросу, я скажу о том, что драки не обошли меня стороной. Да, я знаю, что это такое, не понаслышке. Это было и в стенах школы, и за ее пределами были и драки школы на школу. Дело в том, что наша школа находится в квартале, где находится очень много таких же школ и других заведений. И не без стычек, как говорится. Но это тоже воспитание, это уже больше, наверное, мужское. И это нужно пройти, я это знаю. Потому что это закаляет в первую очередь, во-вторых, обрабатывает какой-то твой внутренний стержень. Ну, с фингалами ты ходил? У меня была как-то очень отекшая губа. Да, был фингал. И после я, кстати, после драки пошел выступать. Али, в прошлом году меня очень удивил один факт. Ты был у нас на студии и сказал такую фразу. Ребята, извините, мне в 11 часов нужно быть дома. Я спросила, а почему в 11? Ну, потому что мама не любит, когда я прихожу раньше 11, и я никогда не опаздываю. Тогда у меня возникла мысль, как так, такой взрослый парень. И ровно в 11 он уже дома. Ну, ситуация такая, в общем-то, непонятная была для меня. Это было в прошлом году. Ему было 22 года, скажем. И он сказал, мне нельзя опаздывать, потому что моей маме это не нравится. Сын артист, сын гастролирующий артист, сын популярный артист. У сына могут быть... Работа. Работа, у сына могут быть встречи где-нибудь в ресторане, в лаунж-баре. Или, наконец, ночь с какой-нибудь девушкой. Вот, что пришло мне в голову? Как ты вот объясняешь маме, что, мам, я уже все-таки большой стал? Нет, я думаю, может быть, он пошутил? Нет, у меня есть ответ на этот вопрос. Не пошутил, не пошутил, не пошутил. Мои масштабно права. Да, это все правда, но я, наверное, немножко поправлю. Это было два года назад, мне было 21. И действительно, да, у меня... Это правило у меня, в принципе, сохранялось всегда. Но, когда я был младше, это было 6 часов вечера, когда я чуть-чуть повзрослел, стало 8. И позже мы дошли до черты 11. А сейчас? Сейчас этой черты не существует. Не существует. Но это было очень интересно, действительно. Я уже гастролировал. Я был, в принципе, уже артистом сцены. То есть у меня уже была работа. Я ездил на гастроли в другие города. И позже, когда возвращался в Алмату, это было немножко, конечно, интересно наблюдать, что после гастролей, после всего, что я видел, дома нужно быть как штык в 11. А что, ты боишься маму или что? Я боюсь ее расстроить. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я маминкин сынок. И это, знаете, определение, оно очень обидно для меня, потому что это не так. Я никогда не был маминкин сынком. И я не считаю это зазорным, если ты уважаешь свою родную мать. Просто я понимаю, как она переживает. И, кстати, я это начал понимать совсем недавно, когда подрос мой младший брат. И когда я также не знаю, где он находится. И в то же время я ведь ответственным за него. А сколько младшему брату сейчас? Ему 14, ему вот 1 января 15. И действительно переживаешь за ребенка, потому что ты считаешь, что он такой незащищенный. Ты считаешь, что все вокруг против него, что с ним может случиться все, что угодно. Да и тем более со мной тоже случались разные ситуации. Я очень переживаю за него. И всегда тоже стараюсь... Скажи, а кто научил тебя такой ответственности по отношению к младшему брату? То есть я знаю, как ты к нему относишься. Ты постоянно к нему звонишь. Ты спрашиваешь, где ты. Мне кажется, знаешь, почему? Потому что глава семьи, мне кажется, вот в вашей семье, в семье Рымбаевых-Окаповых, Али и Окапов. Ну, если следовать нашим традициям, то, конечно, старший мужчина в семье – это я. А когда это произошло? Это произошло, когда мне было 9 лет. Дело в том, что в 99-м году, в сентябре, скончался мой отец. И как раз-таки в 2000-м году, спустя 3 месяца, родился Мадишка. И волей-неволей я для него был и старшим братом, и отцом. Я целиком и полностью прошел эту школу воспитания детей. Я менял ему подгузники, я стирал его ползунки. Я знаю, что такое оставаться с ребенком на несколько дней. Как его кормить. И у Мадишки тоже были проблемы со здоровьем. Мы это тоже вместе переживали. Были и операции. Это было очень больно, когда мы его оставляли, например, в палате, в больнице. Но мы это все пережили. И я благодарен тому, что у меня была эта школа, потому что, скажем, азы отцовства я уже получил благодаря своему отцу. Если ребенок родится, ты спокойненько поменяешь ему, так сказать, памперсы. Да, это без проблем. Только вот мне почему-то кажется, что Али не торопится жениться. Вы знаете, я признаюсь честно, в последнее время эта мысль очень часто посещает. Часто? Да, часто. Дело в том, что меня окружали люди, в основном, старше меня. И многие из них уже, ну, у них есть дети, у них есть семьи. Я даже немножко им завидую, белой зависти, потому что это очень тепло. Это все-таки то, к чему должен прийти каждый, я считаю. Как ты мне сказала, я не женись до тех пор, пока я не куплю квартиру себе сам. Да. Пока я не начну зарабатывать столько, сколько мне нужно и сколько нужно моей супруге. А почему ты хочешь жить отдельно? Я, наверное, все-таки, опять же, следуя нашим традициям, знаю то, что в любом случае остаться с мамой должен младший. То есть ты сейчас купишь на квартиру? Да. Накопил уже, какая-то сумма уже есть? Есть какая-то сумма, но ее пока, конечно, не хватает, даже на однокомнатную. Я вот читаю же, ну, в соцсетях, по телевизору задаю часто вопрос, что тебя поддерживает мама, что тебя продвигает мама. Я не буду говорить о том, что я все знаю, нет, это не так, но я знаю, что у Али в кармане нет маминых денег. Я была честно очень удивлена, когда он сказал, Байд Максат, ну, у вас есть какая-нибудь работа для меня? Я спросила, а зачем тебе работа? Он говорит, ну, как зачем? Я студент, мне нужны деньги, у меня их нет. Да. Я говорю, как, а тебе что, мама не дает? Он говорит, нет, почему, я же взрослый, я же мальчик, я не беру у нее денег. И почему это же, это неправильно. Честно, меня, я была восхищена этой великой женщиной, которая не дает денег своему сыну, который является сыном народной артистки, главной артистки нашей страны. Я сказала, Али, у меня есть работа для тебя. Да, я помню этот момент. Я буду платить тебе 200 долларов за одну передачу. Он сказал, 200 долларов, это же много. Я сказала, это много, Али? За 10 передач 2 тысячи долларов. Я говорю, ну да, я согласен. И он никогда не опаздывал. Али, он работал топером на передаче «Мама Мия». Это топер, это человек, который подыгрывает, это аккомпаниатор, подыгрывает участникам. И он это делал с таким превосходством, с таким восхищением к сцене. Это была твоя первая заработная плата? Он выходил как мэтр на сцену. Нет, это была не первая моя заработная плата, да. Ну, если вернуться к истокам, я начал зарабатывать чуть раньше, чем 21 год. Я начал зарабатывать в 15 лет. Я не могу сказать, что я в 15 лет уже мог обеспечить себя, но какие-то заработки я уже имел. И, в принципе, уже, наверное, понимал цену деньгам. Я работал абсолютно в разных сферах. Я был курьером цветов. Здесь, в городе Астана, я тоже жил какое-то время. Курьером цветов? Да, я доставлял цветы. Сын Розы Рымбаева? Да. Мама причем была в курсе, вы можете не удивляться, да. Я работал перегонщиком автомобилей между городами, я гонял автомобили. Я работал в течение пяти лет в детском лагере вожатым, где я получил, кстати, самый большой опыт, наверное, общения с детьми, опять же. Помимо этого, я занимался организацией мелких мероприятий. Этому я начинал этим заниматься в школе, ну и позже дальше. И я пел в группе. Это было тоже, мне было 17 лет уже. Я ушел из группы. Ну, в общем, я вертелся как мог. А почему? Неужели не легче было попросить денег у мамы? Да нет, я не думаю, что... Это твоя принципиальная была позиция? Или мама тебе сказала, Али, ты большой, денег у меня не просила? Нет, она никогда этого не говорила. Я знаю, что в любой момент, даже если сейчас я к ней обращусь, она меня всегда поддержит. Она все-таки моя мать. То же самое сделаю и я, когда у меня будут свои дети. Это все-таки мои дети. Но я понимал... Это методика воспитания? Методика воспитания раз, два, наверное, я... Мне было это интересно. Каково это зарабатывать самому. И у меня всегда был страх, он у меня до сих пор есть. О том, что завтра будет черная полоса, завтра у меня не будет работы, завтра у меня будет семья, которая будет надеяться на меня. Я, наверное, поэтому старался себя застраховать или уберечь от этого посредством получения опыта. Еще один случай, который я наблюдала. Мы стояли на балконе с Али и говорили о пиджаке Кайрата Нуртаса. Еще одно удивление в адрес Али. Я говорю, ты знаешь, что пиджак Кайрата Нуртаса стоит 5 тысяч долларов? Тут поворачивается Али, смотрит на меня, сколько? Я говорю, 5 тысяч долларов. Он говорит, 5 тысяч долларов один пиджак? Я говорю, ну да. Он говорит, мой самый дорогой костюм стоит 30 тысяч тенге. Я думала, что это очень круто. Ну, да, это тоже было. А сейчас вот сколько на тебе сейчас пиджак? За сколько он? Наверное, подумайте, что я лукавлю, сейчас он 35 тысяч стоит. 35 тысяч? Да, это обычный... Это самый дорогой пиджак в твоем гардеробе или есть подороже? Нет, у меня есть костюм за 50 тысяч, и у меня есть сшитый костюм за 80 тысяч. Вот пока, наверное, так. А ты сегодня вот хорошо зарабатываешь? Ну... Сколько стоит, чтобы пригласить тебя на корпоратив, на той? Можно я не буду говорить, это тайно, потому что цены варьируются всегда. Ну, в пределах 2-3 тысяч долларов, я, например, не знаю. Возможно, я не буду отвечать на этот вопрос, я убегу от него. Я вернусь костюмом. Я действительно не сшил себе все наряды, я сшил только один раз. Просто мне очень хотелось получить именно такой костюм, но я его не мог нигде найти. Да, я не буду лукавить, этот смокинг стоит 35 тысяч, я знаю, что люди с вооруженным глазом, стилисты, наверное, так поняли, что это недорогой смокинг. Но меня он устраивает, он аккуратен, и, в принципе, я себя комфортно чувствую. Но, тем не менее, ты не жалеешь денег на видео. Да. Ты экономишь на себе, скажем так, да? Ты не питаешься в дорогих ресторанах, ты, как обычно, студент, можешь перекусить где-нибудь. Ты экономишь на своих костюмах и так далее, но ты никогда не экономишь на видео. Почему? Я не экономлю, в принципе, на своем творчестве, не только в видео, но и песни. И почему? Во-первых, это, наверное, дань уважения моим кумирам. Дело в том, что я всегда старался подражать и идти по следу Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка. Майкл Джексон, как вы сами знаете, снимал мини-фильмы. Его видео могли длиться 10 минут, 15 минут. Это, конечно, очень дорого и это очень бюджетно. Я пока себе не могу этого позволить в силу регламента на нашем телевидении. Но, несмотря на это, да, ну, в конце концов, это моя страсть, мое творчество. Я всегда хотел сделать что-нибудь новое, чего не было до этого. Я думаю, в этом и суть творчества. Творчество — это поиск, я так считаю. Али, а деньги на клип ты берешь у мамы или ты сам на свои деньги снимаешь всегда? Отвечу честно. В первое видео я попросил у мамы, как у Баяны Максатаны, работу. В этом плане она меня поддержала. На тот момент были выборы, депутатские выборы у нас в стране. И один знакомый, мамин, баллотировался. И я устроился к нему на работу. Как раз я только был новоиспеченным фабрикантом. Я закончил участие в проекте «Фабрика звезд». У меня уже были какие-то слушатели. Я ему сказал, что я могу ему отработать все его концерты, все его продеугарные компании. Это были концерты на улице, причем это была зима. Он стал депутатом? Нет, он не стал депутатом. Денег она тебе не дала? Нет, мне дал деньги он. А почему нельзя было просто взять взаймы у мамы и потом дернуть? Я вообще не люблю брать в долг никогда. Я с детства всегда обходил этот момент стороной. Я близким друзьям либо даю безвозвратно, либо вообще не даю. Ты очень много времени посвящаешь музыке. Да. И все, что ты говоришь, посвящено музыке. Ты абсолютно заточен на музыку. Да. Может быть, поэтому мы до сих пор никогда не видели рядом с тобой девушку? Как ты собираешься вообще разделить себя? Человек, который фанатично относится к своей профессии, он, как правило, несчастен в личной жизни. Я знаю такие. Я знаю тоже примеры. Есть такие творческие личности, которые не могут разделить себя и туда, и сюда. Вот есть у тебя такой страх, и может быть, я права, что ты вообще не собираешься делить себя с кем-то другим, кроме себя с музыкой? Нет, я, конечно же, верю и надеюсь, я и в поисках своей второй половинки. Я не собираюсь посвящать себя целиком полностью музыке. По одной простой причине я хочу свою семью, и я хочу детей. И я знаю, что мама хочет внуков. Она их очень заждалась. Ну, я думаю, причина в том, что она меня достаточно поздно родила, и, в принципе, годы они все-таки берут свое, и ей хочется побыстрее стать бабушкой, я думаю. Это первое. Второе. Да, вы правы, творческие личности, особенно те, кто фанатично относится к своему, они в основном бывают одиноки, так как они принадлежат не себе, они принадлежат вдохновению, они принадлежат народу, слушателю, сцене. Это зависимость. Это как те же наркотики. Если ты вышел один раз на сцену, ты уже добровольно из нее точно не уйдешь. Тебя могут только проводить. И поэтому я считаю, что это все-таки возможно, встретить свою любовь. Мужчины говорят, мне нужна жена, мне не нужна певица, мне не нужна актриса, мне самого меня хватает. Пускай сидит дома, рожает мне детей и варит мне, ну, как бы, бешпармаки. Вот как твое отношение вообще, какие у тебя требования? Я достаточно ревнивый человек, и я думаю, если она будет общественной личностью, так скажем, да, деятелем, то это будет очень тяжело для меня переживать. То есть она должна быть неизвестной, желательно не заниматься? Не обязательно, это не принципиально. Мне кажется, может быть, даже будет хорошо, если она будет знакома с моей сферой, чтобы у нее не возникали вопросы по поводу моей работы или то, где я нахожусь, к примеру. Но, если она, скажем, прекратит это дело, когда будет за меня замуж. Али, скажи, ты сказал, что ты очень ревнивый человек, значит, у тебя уже были отношения. Конечно. Вот самые длительные отношения сколько лет длились? Пять. Пять лет? Да. Это с первого по пятый класс. Почти. Это в какой период жизни? Примерно, когда любовь бывает она такая, с первого по пятый или с третьего по восьмой. Нет, я думаю, что это уже более взрослой жизни, наверное. Ну, мне было лет 16, наверное, я был еще подростком. А сейчас ты свободен или у тебя есть отношения? Сейчас я свободен, у меня сейчас нет отношений. Ну, я замечала Али в компании всегда очень красивых девушек. А я не замечала. А я замечала, пару раз я замечала, то есть ты выбираешь себе красоток. И, насколько я поняла, у тебя вкус такой требовательный, то есть девушка должна быть модельной внешности, с длинными волосами, красивой. Ну, вот какой-то пышечки маленького роста рядом с тобой я не видела. Вы просто действительно не видели, наверное. Ну, неужели пышечка имеет шанс? Ну, понятие пышечка растяжимое. Конечно, я не буду лукавить, я мужчина, мне нравятся красивые женщины, это правда, я думаю, это нормально. Я считаю, что между парнем и девушкой должна быть, должен быть какой-то магнетизм. Это такова наша природа, мы люди, нас должны тянуть друг к другу. И благодаря этому магнетизму, в конце концов, строится семья и получаются дети. И да, не секрет, я люблю красивых девушек. Не обязательно. А Роза Куанышевна хочет красивую девушку засадить дома. Да, Роза Куанышевна... Я надеюсь на это. Али, скажи, пожалуйста, твоя мама, Роза Куанышевна, наверняка имеет подруг, знакомых, где подрастают хорошие девочки. Она ни разу не говорила тебе, Али, посмотри, вот хорошая девочка, может быть, с ней связать судьбу? У меня есть две истории на эту тему. Первая история, она более шуточная. Действительно, у мамы есть близкая подруга, у которой есть дочь, моя ровесница. Причем они всегда шутили на тему того, что у меня есть от природы дырка в районе уха. У нее есть такая же, только с другой стороны. Они говорили себе, все, это судьба. Он смуглый, она светлая, это судьба. Они будут дополнять друг друга. Ну, конечно, нам было всего по 4 годика, мы вместе с ней росли, но позже, естественно, было понятно, что, наверное... Никакие дырочки вам не помогут. Да, не получится, так как мы с ней, во-первых, очень долго не общались, а во-вторых, мы разные люди. Ну, просто так не могло случиться, я думаю. Вторая история, это было достаточно недавно. В прошлом году, действительно, мама познакомила меня с этой девушкой. Все-таки мама старается. Да, она, наверное... Убыстрить процесс. Она очень заботливый человек в этом плане. Если она видит что-то, что нужно кому-то, она обязательно их сведет вместе. Будь то работа для родственников, будь то какое-нибудь, я не знаю, предложение для кого-нибудь из друзей. Ну, и так и получилось, что она встретила девушку, которую она посчитала, возможно, хорошей кандидаткой. Да, мы встретились все вместе с мамой. Мамами нашими. А, с мамами сразу, чтобы определиться, будет свадьба или нет. Да, мы попили чаю, но я, конечно, потом сказал маме, что это не совсем мое. Она без проблем отнеслась к этому, сказала, ну, хорошо. И все больше таких предложений. Ну, потому что, мне кажется, быть снохой Розы Куанышевны, это ведь тоже некое испытание для девушки. Скорее всего, да. Потому что, ну, в конце концов, мы, опять же, творческие люди с мамой, и у нас есть свои тараканы, так скажем. Поэтому не без этого, ну, у нас не строго дома. Мама мне никогда не ставила каких-то наказов, каких-то барьеров, что твоя будущая жена должна быть обязательно с такой-то семьи, с таким-то, не знаю, с таким образованием. Но она может быть другой национальности? Возможно. А она хотела, чтобы ты был артистом? Она хотела, чтобы я был музыкантом. Это немножко разные понятия. Она всегда мечтала, чтобы я шел по стопам отца, чтобы я был композитором, музыкальным продюсером, аранжировщиком, дирижером. То есть больше, наверное, человеком с той стороны сцены. Ну, кстати, ты очень быстро, так сказать, развиваешься в этом направлении. И совсем недавно ты стал продюсером. Ты стал продюсировать Розу Мукатай, насколько я знаю. Да, я музыкальный продюсер. И еще кого-то, да? Да, это пока секрет, но в новом году, я надеюсь, если все будет хорошо, мы начнем работу с еще одной молодой певицей. Как тебе на поприще музыкального продюсера? Это ведь большая ответственность? Это огромная ответственность, так как я отвечаю именно за музыкальный материал. Что касается певцов, это самое основное, его музыка. И понравится ли она народу, появятся ли у нее поклонники действительно ее творчества. Это, конечно, в основном зависит, наверное, от подбора. Ты сам пишешь для Розы Мукатай? Не всегда. Просто моя задача найти песни. А зачем тебе продюсирование? Ведь ты сам молодой певец, тебе всего 23 года. Ты можешь гастролировать, писать для себя песни. Вы знаете, я не певец от бога. Начнем вот это. Начнем с этого. Мне природа не дала огромного вокала, как у моей мамы. Это больше натруженный вокал, так скажем. Это у меня очень небольшой диапазон. У меня достаточно ограниченные возможности как вокалиста. Поэтому, наверное, я пишу себе песни сам. Я рассчитываю свои возможности и как-то подгоняю. Но, тем не менее, ты сегодня же очень популярный. Ну, я думаю, это больше... Ты востребованный, ты же можешь сам зарабатывать и на своем имени. Ну, это все временно. Вы знаете, я знаю, что я вряд ли буду петь всю жизнь. Я, скорее всего, уйду туда, куда мечтала моя мама. Ну, и я, в конце концов, чувствую в генах в крови и отцовские черты. Ведь он этим занимался. Он был одним из первых музыкальных продюсеров нашей страны. И его проекты, как Арай, то есть нынешняя студия, и Роза Рымбаева для меня на данный момент являются лучшими. Поэтому я, наверное, когда-нибудь уйду туда, я вряд ли буду петь всю жизнь. А что касается данной популярности, ну, вы знаете, все мы знаем очень много имен, которые были популярны буквально три года назад. Сегодня их нет. Где они и чем они занимаются, неизвестно. Ну, я думаю, что это, наверное, не про тебя, потому что, наблюдая за твоим творчеством, мне кажется, что ты как раз очень боишься потерять вот эту волну. Конечно. Потому что ты постоянно снимаешь видео, ты постоянно записываешь новые песни. А почему ты так боишься потерять эту волну? Потому что я понимаю, что если у меня не будет волны, у меня не будет заработка. У нас очень маленькая семья. У меня есть мой младший брат, который еще не встал на ноги, и у меня есть моя мама, которая тоже с каждым годом все-таки все сложнее выступать на сцене. Все больше ответственности падает на меня. Я старший мужчина, и если я не буду кормить и поддерживать свою семью, то этого не будет делать никто. То есть ты сейчас ставишь деньги выше творчества, что ли? Да нет. Ты сейчас говоришь, у меня страх потерять, потому что мне нужно зарабатывать. Ну, я стараюсь найти какую-то золотую середину. Я не иду в ущерб своему творчеству. Я никогда не пишу какие-то песни для выступлений, для тех же тоев, например. У меня нет ни одной песни в таком жанре. То есть я, кстати, наблюдала ваши интервью с мамой, когда мама твоя сказала, что никогда ни при каких обстоятельствах ни я, ни мой сын не будут петь песни, которые угодны на то их. Да. Это правда. Я, конечно, понимаю, что, возможно, я бы намного больше зарабатывал, если бы у меня были такие песни, и, возможно, у меня было бы намного больше поклонников, и было бы легче. То есть ты не считаешь это за музыку? Я считаю это музыкой. Музыка это... Музыкой, но не твоего уровня. Музыка не моего вкуса, я так скажу. Мне нравится, как Олег говорит. Ты очень начитанный парень. Спасибо. Ты очень правильно говоришь. Нет слов-паразитов, грамотная речь. Что ты читал в последний раз? В последний раз я читал... Я параллельно читал несколько книг. Одной из них является роман «Оставленный». Это роман из 12 частей. Это была последняя часть из 16 вышедших. Кроме них я читал разные романы. Это были и Леонард Уэрбер «Звездная бабочка», это был и тот же Дэн Браун банальный. Это были разные книги. Это мама тебя приучила к книгам? Да, это мама приучила. Она меня читала перед сном. Одно из первых книг, которые она читала, это было «Малыш и Карлсон», которые я потом сам, когда научился читать, все-таки перепрочитал. Потом это была и китайская мифология, нефритовая книга сказок и дальше уже по накатной. Это был, естественно, весь Гарри Поттер, это был немножко Толкина, это был, опять же, весь Дэн Браун. Это были частично Леонард Уэрбер и праздник. Я посмотрю на Али, да, и хочется все-таки поставить его в музей. Отчетно, как правильный экспонат. То есть мальчик 21 века, замечательный сын, замечательный студент, замечательный певец. В общем, все из сплошных плюсов. Действительно, я даже не представляю, как ты ругаешься с девушкой. Ты вообще пользуешься нецензурной бранью? Конечно. Не может быть. Да. Мне кажется, ты в обморок упадешь, когда услышишь. Нет, это все не так. Нет, я думаю, что... Я не буду врать, я просто слежу за своей речью, за своими мыслями, особенно сейчас. А, чтобы пока лишнего не сказать. Да, чтобы не сказать лишнего. Али, можешь попить чаю, кстати? Спасибо. Вот скажи, ты следишь за мыслями, следишь за репутацией, значит, ты боишься... Чтобы не сказать лишнего. Уронить. И такое впечатление, что ты даже не за себя боишься, а за маму. Ну, конечно, в любом случае я боюсь не только за себя. В первую очередь, всегда в детстве мне говорили, ты же сын народной артистки. Ты не имеешь права на ошибку. Ты не должен так себя вести, потому что ты сын. А кто так говорил? Мама? Это были и преподаватели... Нет, мама ни в коем случае. Она мне давала советы по поводу того, как нужно, например, выглядеть. К примеру, она мне никогда не разрешала, даже до того, как я был артистом, появляться в аэропорту в шортах. К примеру, просто она говорила, ну, все-таки ты должен быть хотя бы опрятным. Ты не должен быть, как будто ты сошел с улицы, еще что-то. И люди на тебя смотрят. Вот она этого говорила. Мне все время хочется тебе, знаешь, налить тебе чисто 100 грамм, можно даже 200. И просто посмотреть, как ты будешь себя вести в таком состоянии. Реально. А мне хочется, чтобы я тебе тоже налить. Ты прям даже бутылочку. Потому что всегда Али абсолютно сконцентрирован, понимаешь? Я говорю, экспонат, правильный экспонат. Я просто скрываю. Да, ты вообще выпиваешь, как ты вот, я хочу видеть тебя разгильдяем, в шортах, знаешь, вот, хотя я видела тебя в шортах, кстати. Я думаю, что Розе Куанышевне, которая сейчас смотрит этот эфир, вряд ли понравится твое высказывание по поводу того, что ты хочешь видеть Алиу Капова разгильдяем. Ну, знаешь, хочешь узнать человека, налей ему 50 грамм, говорят. Хорошо. Али, как себя будет вести в таком состоянии? Это больше была метафора, это больше был пример того, что она хочет, наверное, увидеть что-то за моей броней, которую я вокруг себя устраиваю. Это броня? Да, действительно, это броня, действительно, я не буду скрывать. То есть ты не идеальный? Я не идеальный, далеко, абсолютно. А какие у тебя есть слабости? Слабости или... Слабости, вот именно минусы. Минусы, хорошо, минусы. Хорошо, мы уже узнали, он выражается нецензурной броней. Первое, дальше. Друзья меня называют шалом, то есть стариком. Так как я люблю поворчать, я всегда стараюсь... То есть ты перфекционист? Да, я всегда стараюсь, наверное, кого-то чему-то научить, да, и всегда стараюсь даже все идеализировать, так скажем, да. Они всегда говорят, ты как старик. Даже те же ночные посиделки или какие-то шумные места, у меня никогда в них нет, потому что я не люблю этого всего, я... Это не мое, мне лучше где-нибудь спокойной обстановке взять ту же книжку и попить чаю, и все. Они говорят, ты как старик, тебе не 23, тебе 53. Ну, это опять сплошные плюсы. И все. Реально, а где минусы? Реальные минусы, где? Я иногда бываю слишком сухой по отношению к близким людям, к примеру. Очень часто слышал такие слова, что ты какой-то, ты как робот, ты никогда лишний раз не скажешь какого-то доброго слова или что-то такое солдатское в тебе было. Я считаю, что они правы, все-таки близкие люди, они должны быть близкими людьми для тебя, и ты должен всегда относиться к ним. Но при этом ты очень благодарна, я знаю, что, по крайней мере, судя по Инстаграму, ты очень часто делаешь подарки и даришь розы, например, Боян Максатовне. Да, это традиция. А за что ты и даришь розы? Это, вы знаете, я даже не помню по какому-то поводу букета. Так ты постоянно, без повода, да. Без повода, да. То есть просто потому, что... Просто потому, что когда-то она мне дала работу. Я этого не забуду. И первая моя победа на поприще нашей эстрады, это было благодаря участию в проекте Боян Максатовне. За ее доверие, и я этого никогда не забуду. Я могу просто приехать к ним на съемку, на съемочную площадку, варим перерывы подарить и убежать. Было такое. Мы ели вместе плов как-то. Я привез плов. А кто этому тебя научил? Скажи мне. Вот может быть мама тебе дает такие советы, что нужно быть благодарным? Ну, во-первых, конечно, мама. Ну и я просто понял, что мы на самом деле все находимся в одной лодке. То есть я имею в виду наш шоу-бизнес. Мы должны уважать друг друга, и мы должны с достоинством оценивать творчество или труд друг друга. Если ты будешь ставить себя выше кого-то, или ты будешь считать себя какой-то отдельной личностью, или еще что-то, далеко ты на этом не уплывешь, грубо говоря. Потому что завтра, послезавтра вы все равно встретитесь с этим человеком, либо на сцене, либо за сценой. То есть ты дружишь для того, чтобы тебе было удобно работать? Это этикет профессиональный, во-первых. Во-вторых, да, все-таки действительно намного удобнее работать, когда у тебя хорошие взаимоотношения. И тем не менее твои коллеги на тебя жалуются. Естественно, мы находимся за кулисами. Естественно, мы обсуждаем поведение наших популярных личностей. И твое имя в этом списке не раз фигурировало. Говорят, что Али с некоторых пор зазвездился, не здоровается, не приходит на съемки, не берет трубки. И вообще ведет себя не так, как вел себя, скажем, два года назад или год назад. Ты себе уже позволяешь так себя иногда вести. Возможно, ты устал, возможно, у тебя действительно не было времени. Нет, но есть, наверное, какие-то причины. Возможно, ты только что прилетел. Какие причины жалоб наших коллег? Когда сейчас ты говоришь, я такой правильный, я такой хороший, у меня все хорошо. Я всех уважаю. И меня все уважают. Это неправда. Ну, вы знаете, что касается не брать телефона, это не про меня абсолютно. Он у меня всегда включен. То есть ты всегда перезваниваешь, даже если не взял трубку? Я всегда перезваниваю, но на самом деле на телефонные звонки в основном отвечает мой директор Ярлан Алимов. Он за это отвечает. Значит, директор зазвездился. Ну, я не могу говорить за него. Он взрослый человек. В конце концов, у него тоже есть семья, и у него тоже может просто не быть времени. У меня проблемы со сном в последнее время. Я очень плохо сплю, и поэтому, возможно, я иногда не слышу, но я всегда перезваниваю. Я никогда не игнорирую звонки, потому что, опять же, я боюсь того, что я упущу свою волну. Ну, это же съемки, это нужно, это эфиры, в этом ничего зазорного нет. Что касается «Звездной болезни», то есть ты чувствуешь, что ты уже добился какого-то уровня, где ты можешь себе позволить вести себя так, как ведут себя многие наши артисты? Вы знаете, я действительно тоже не буду врать. Я в последнее время могу себе позволить выбрать те или иные съемки, те или иные передачи. Да, вот, кстати, жаловались на то, что Алис сказал, я не буду участвовать в этом концерте. Почему? Ну, нет, это не концерт. Ну, не концерт или съемка, скажем так. Почему? Ну, потому что я не хочу выступать вот с этими артистами. Нет, это неправда абсолютно. Неправда, да? Потому что вы можете смело, я, опять же, обращаюсь не только к вам, но и к телезрителям, вы можете зайти в сеть и увидеть меня абсолютно на разных мероприятиях. Там нету какой-то подборки артистов, я не отношусь ни к какой касте, или же, так скажем, какому-нибудь братству, да, я не знаю. Нет, я выступаю абсолютно на разных мероприятиях, и это неправда, что я отказался от концерта. Я могу отказаться от съемок. Значит, наговорили уже. Я могу отказаться от съемок, потому что бывают темы просто мне неприятные. Или бывают темы, в которых абсолютно неважно. Али, может, тебе просто завидуют? Да, вполне возможно. А есть чему завидовать? Вот чему можно позавидовать? Я знаю, что на самом деле не все искренне верят в то, что я сейчас на сцене, только благодаря своему трудолюбию или еще своему образованию. Естественно, я знаю, что какая-то часть думает, что это только благодаря моему. Ну, потому что только сын Розы Рыбаевой прорвался на сцену вот так кометой, стремительно. Ну, в этом есть правда, действительно, да, потому что я сын Розы Рыбаевой. Если бы я не был сыном своих родителей, я бы не занимался музыкой, я бы не знал, что это такое, я бы не рос на гастролях или за кулисами, или на студии. Если бы я не был сыном Розы Рыбаевой, действительно, я бы не знал этой кухни, я бы, может быть, допускал ошибки, которые допускают молодые артисты, И у меня бы не было такого, знаете, стремительного, как вы сказали, появления на сцене. Я уже, в принципе, был готов к тому, что меня ожидал. То есть та же сцена, те же интервью. Я был неплохо подготовлен хореографически, у меня уже был красный диплом. То есть я, в принципе, был готов. Баян, у нас в гостях сидит идеальный жених. В кавычках. Зять. Зять, в кавычках. Почему в кавычках? У нас сидит идеальный жених, идеальный потенциальный, твой, кстати, зять. Я помню, что были какие-то попытки Али ухаживать за дочерью Баян. И что-то произошло. И? И почему Баян до сих пор не теща? Али, у какого? Хорошо, начнем с самого начала. Я познакомился с Сауле как раз тогда, когда я начал работать с Баяном Махсатаной. Это была та на проекте «Мава Ме», где я был аккомпаниатором. Где они строили друг другу глазки. Она была ведущей. Я в первый раз ее тогда увидел. Понравилась? Да. Она очень красивая девушка. И это, в принципе, не лезть. Нет, скажи, понравилась просто как девушка? Или вот что-то ёкнуло, и ты подумал, что можно было бы и поухаживать? Нет, она, наверное, понравилась больше вот так, скажем, знаете, на первый взгляд. Извиняюсь. Потому что я не имел возможности с ней поговорить, я не мог себе этого позволить. Вот почему ты такой, Али? Почему ты не мог себе этого позволить? Какая она маленькая, и 16 лет было? Ну, 16 лет это для меня было. Подожди, Баян, а ты бы хотела иметь такого зятя? Давай сейчас у него спросим дальше. Дальше я решу. Нет, подожди, ты бы хотела? Я бы не отказалась. Я уже об этом говорила. Был еще один момент, почему я не ухаживал за ней там, на проекте, так как при мне как-то Баян Махсад мне прислали цветы. Мне прислали цветы? По крайней мере, мне так сказали. А, я знаю, кто. От ухажера Айсаули. Да? Да. Я не помню. Или я знал, что... Ну, неужели тебя это остановило? Ну, прислал цветы ухажера Айсаули для Баян. Почему бы не побороться, да? Да, почему бы не побороться? То есть ты такой, получается, не борец, что ли, в этом смысле? Я борец в этом смысле. Да, были истории, когда я боролся. И не всегда я был победителем. Это очень такая, знаете, тема. Но ты бы хотел иметь такую тещу, как Баян? Я... Мне кажется, Баян Есентаева, Роза Рымбаева, Алио Капова. Вы знаете, я... Это же такой клан бы вы создали. Я отвечу честно. Я очень боюсь Баян Махсатаны в этом плане. Блин, ну зачем ты такой у нас в страну? Потому что наш Алла Кугачева. Нет, потому что... Я уж сама тебя боюсь. Ну, молодежь, так боишься тебя? Вы сейчас называете меня идеальным. А, ты боишься открыть твои стены лица? Да, я боюсь разочаровать вас. А что, неужели ты такой прям плохой? Нет, ну, опять же, меня есть... А зачем вот такой образ создавать идеального Алио Капова и настоящего Алио Капова? Когда же они встретятся? Они встречаются иногда... Вы случайно не близнец? Нет, я... Какое-то раздвоение личности. Нет, я либо рак, либо лев. Я не знаю, кто я по зодиаку. Я родился на... На стыке. Как раз в переходный день. Зачем создавать? Во-первых, я артист, опять же. Я должен быть примером для своих слушателей. В основном это молодежь. В основном это школьники, это тинейджеры. И если я не буду таким, то я считаю, что я не достоин быть их кумиром. Внутри абсолютно не такой. Нет, почему не нужно быть идеальным Алио Каповым? Потому что, опять же, это менталитет. Ну, то есть ты не можешь у себя вот так вот сесть, ногу на ногу, да? И сказать, девчонки, я немножко устал, можно я вот как-то расслаблюсь? Нет, я никогда не буду. То есть ты всегда вот такой, да? Вот всегда вот такой Али? На работе, да. Сейчас я на работе, я на съемке. Али, вот ты же понимаешь, что вот так, как сейчас ведет себя Баян, ты тоже будешь себя вести лет через 10. Через 20. Через 10, нет. Через 20. Возможно. Ты идешь к этому? Нет, я буду противиться. Потому что я считаю, что пока я певец, я должен быть таким. Это мое мнение, это мой путь. А ты ездишь отдыхать за границу? Да, езжу. Отдыхать с кем? С друзьями? С друзьями. А с девушкой хоть раз в жизни выезжал? Нет, я никогда не выезжал. Это же быть опасно, ведь могут подумать, что ты нетрадиционной ориентации. А, ну, вы знаете, в принципе, это такое, знаете, нормальное понятие, которое относится к артистам. Да все-таки есть такая фраза. Женщина-артистка – это чуть больше, чем женщина. А мужчина-артист – это чуть меньше, чем мужчина. Есть такая фраза. Причем ее, мне сказала, Женара Дугалова. И да, возможно, для кого-то я не эталон мужества. И для кого-то, возможно, есть какие-то там подозрения. Я, в принципе, к этому отношусь нормально, потому что я артист снова. А ты сам к этому как относишься? Потому что… В смысле к этому как? Ну, вот к нетрадиционной ориентации. Я не знаю, мне это абсолютно не касается. Никогда это мне не мешало, так скажем. То есть ты не боишься о том, что это… О тебе могут так говорить, например. Я не боюсь, потому что неправда, во-первых. Во-вторых, я даже не собираюсь никому ничего доказывать, потому что если человек так подумал, значит, он уже не стоит того, чтобы я ему уделял внимание. Это раз. И близкие люди, даже вы видели меня с разными девушками. Правильно? Али, ты знаешь, я сегодня… Твои друзья не зря тебя называют шалом. Вы поняли суть этого прозвища. Я слушаю тебя, вот все время думала, что тебе все-таки не 23, а может быть, ты даже стажа Баян Максатовной. А тебе целых 43. Я извиняюсь, я занудил немножко. Не, на самом деле это очень хорошо. Я приятно удивлена. Спасибо тебе большое за интервью, что ты побывал сегодня в нашей Sky-студии. Спасибо вам большое. Баян тебя знает очень хорошо, а я для себя тебя сегодня открыла. Я думаю, так же, как и многие телезрители. Спасибо большое. А я тебя люблю за твое трудолюбие. Спасибо. Действительно, Али очень трудолюбивый человек. Поэтому спасибо твоей маме, спасибо твоему отцу за то, что у нас на молодой казахстанской эстраде, то есть на нашей казахстанской эстраде есть такой молодой, талантливый, креативный, молодой человек. Спасибо вам за то, что пригласили меня. Я безумно люблю интервью, в которых есть вопросы, на которые я не отвечал до этого. То есть Айсаулия права. Она говорит, что ее уже достали эти вопросы, какого быть дочери Баяны Синтаева. Мне тоже поднадоели вопросы о том, какого быть сыном. И я, во-первых... Не услышал я этот вопрос. Во-первых, я не услышал. То есть я поговорил на эти темы, на которые я еще до этого не разговаривал. Я смог раскрыться, и я в то же время... Спасибо тебе за твою смелость, что ты пришел к нам. Ну, я не мог просто отказать вам, потому что это честь все-таки, как вы говорили, до моего появления на студии, я на данный момент самый молодой гость. И это тоже для меня есть чем погордиться, грубо говоря. Вы смотрели Sky Studio. С вами, как всегда, были Баяна Синтаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость Али Окапов. Мы благодарим салон мебели «Люссо» и строительную компанию «Доступные квадраты». Встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Спонсор программы – строительная компания «Доступные квадраты» с жилым комплексом «Пана». Расположенный в тихом и уютном районе столицы, жилой комплекс «Пана» – это первое в своем классе жилье, в стоимость которого входит мебель и бытовая техника. Подробности на сайте pana-home.kz Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова